Это большая честь быть здесь. И я, и Фейди. Мы уже второй раз в Украине. Где-то год назад мы здесь были первый раз. И мы очень любим вашу страну. И Господь здесь делает потрясающие вещи. Аминь. Для нас большая честь быть здесь и участвовать в том, что Господь делает в вашем стране. Сегодня мы поговорим с вами о том, как иметь успешную команду поклонения. До того, как мы впрыгнем с вами в эту тему, я хочу немного поделиться своим свидетельством. Я родился и вырос в городе, который называется Баффало в Нью-Йорке. Вы знаете город Нью-Йорк, да? И оттуда вот еще восемь часов ехать. То есть не рядом с Нью-Йорком. Но я вырос как ДВР-овец. В общем, я был ребенок пастора. И также я был все время в поклонении. Я пришел к Иисусу, когда мне было семь лет. На детском крусейде. Я уверовал на служении клоуна. И я загуглил, у вас тут тоже клоуны есть, да? Клоун? Да. То есть очень стрёмный. У меня сейчас дети. Я не думаю, что я их пошлю в служение клоунов. Но вот там я спасся. Уверовал. Но моя вера по-настоящему начала укрепляться, когда мне было двенадцать. Мой папа подошел ко мне. И он начал учить меня, как играть на гитаре. И это все было совмещено с тем, что я пел Писание у себя в комнате. Господу. И моя вера, я ее как бы начал осознавать. Она стала моей собственной, не чьей-то. Поэтому я вел поклонение в старших классах. И когда мне было шестнадцать лет, человек, которого мы называем Боб Сордж, но на самом деле его зовут Боб Сорге, он приехал к нам в город. Кто знает Боба Сорджа или Боба Сорге? Потрясающий спикер и автор. И у него на голосовых связках была операция, он не может громко говорить. Поэтому, когда он приходит к вам в церковь, он говорит вот так, целый час. А все остальное время он не может шептать больше часа, и он делает записи. Поэтому он говорил в церкви у моих родителей. И потом мы сидели за ланчем в доме моих родителей. И он мне кое-что написал в своем журнале и передал через стол. И он спросил, ты когда-либо слышал о Международном доме молитвы в Канзас-Сити, в Миссури? И я говорю, нет, что это такое? Он говорит, мы с женой там живем. И в 1999-м они начали 24 на 7 поклонений молитву. И вот с тех пор оно идет, не прекращается. И каков был мой ответ на это? Это не было такое что-то экстатическое в стиле Давида поклоненческое. Я подумал, что это очень странно. Зачем людям молиться и поклоняться все время? У меня не было понимания для этого. Поэтому он... Он так посмеялся и говорит, тебе нужно поехать посмотреть, проверить, что это такое. И где-то год спустя я уже выпустился со школы. Я ненавидел школу. Поэтому я не хотел в колледж идти. Но и в школу тоже. Ненавижу школу. Если вы в школе, то вы идите. А, я ненавидел, но школа это круто. Вы идите. Не уходите из школы. Оставайтесь в школе. Это шутка была. Теперь можете смеяться. В общем, в Канзас-Сити я переехал. Чтобы проверить, что это за место. И я помню этот день, когда я вошел в комнату. Это был вторник, утром в 10 утра. Мне 16 лет. И вот я захожу в эту комнату, и там сотни людей. Молодые, взрослые, постарше. И на сцене была команда поклонения. В общем, полный комплект барабаны, бас, гитара, клавиша. Поэтому я сел в 15-м ряду. И мое 16-летнее сердце мгновенно было захвачено чем-то. Что команда на сцене, она как-то вот так вот общалась с Господом. Она не показывалась. Не представлялась. Но я смог соединиться с ними туда, куда они шли. Я верю, что есть место для такого показного, да, выступления, как концерта. И Господь это использует. Но поклонение — это что-то настолько чистое. И это коснулось моего сердца. И затем второе, что пронзило меня. После двух часов совершенно новая команда поднялась из этой таинственной какой-то комнаты. И я такой, откуда эти люди приходят? Поэтому я пошел в соседний кофешоп рядом. Там есть место, где кофе можно попить. И я начал у всех спрашивать, кто эти люди? Я хочу быть одним из них. Они сказали, они называются ходатайственными миссионерами. И они служат 50 часов в неделю. У них 25 часов молитвы. 25 часов служения. Евангелизм, ученичество, тренинг. И чтобы присоединиться к нашему, в общем, руководству, к нашей команде, тебе нужна интернатура пройти или ученичество. И я сказал, о, точно, вот это я могу делать. В школу не пойду, вот это могу сделать. И это также может быть моя работа впоследствии. Да. И вот я вернулся домой. Но потом перед этим я вернулся снова в молитвенный зал. И я помолился суперчестной молитвой 16-летнего парня. Я сказал, Господь, если ты как-то сделаешь так, чтобы это получилось, то я отдам себя на это служение всю свою жизнь. Если это твоя воля. Суперчестная молитва. Если бы вы мне тогда сказали, что я буду остануться там на 15 лет, я бы сказал, да вы с ума сошли. Но Господь слышит наши молитвы. И Господь, Он же тот же, который нас побуждает к этим молитвам и вздымает желание нашего сердца. Поэтому я приехал домой, сказал это моим пастору, моим родителям. И они были очень взбудоражены этим, и они благословили меня, чтобы я туда поехал. Когда я приехал в Канзас-Сити, я сделал интернатуру, прошел интернатуру, как Мэрри уже упомянул. И на самом деле, что случилось на интернатуре, просто потихонечку умирал старый Джастин Ризо. Вот этот вот сынок пастора из Нью-Йорка, который всегда был верен, у меня никогда не было такого сезона отпадения, и я начал сталкиваться со своей слабостью. И с тем, насколько я на самом деле не знал Господа, хотя думал, что знал. Поэтому Господь начал забирать меня в такое приключение. Когда я начал уже служить командой поклонения, я сказал, я просто хочу петь вот эту Библию. Мне нужно знать все Писание. Мне просто отчаянно нужно знать Бога. Поэтому я присоединился к команде Мюрея, и потом, в конечном итоге, я начал вести свою собственную команду. Поэтому 15 лет спустя я хочу поделиться восемью ключами. Не только восемью, но восемью. Как вам иметь успешную команду поклонения. Восемь ключей, как вам иметь успешную команду поклонения. Сейчас по ним пройдемся. И завершить я хочу тестом. Не о том, о чем я буду сейчас делиться, но тестом. Итак, пункт первый. Как вам иметь успешную команду поклонения. Сколько здесь из вас лидеры поклонения? Певцы, музыканты. Ходатай. Люди, которые дышат. То есть, вот это можно применить абсолютно каждому из нас, не только к лидеру поклонения. Потому что эту истину мы можем применять ко всей жизни. Первый ключ, как быть успешным, не бойтесь маленького. Матфея 25, 23. Его хозяин сказал ему, Молодец, добрый и верный раб. Ты был верен в малом. И я тебя поставлю над многим. И это так просто в нашем служении, в наших жизнях, Матфея 25, 23. Думать о том, что мы делаем. И мы иногда думаем, что это такое маленькое, и вообще никакого эффекта не производит. И очень просто вам, как команде поклонения, сказать, ну я просто жду того дня, когда я в конечном итоге куда-то приду. Когда вот наконец-то мне дадут большую платформу, большую сцену. Когда больше и больше людей наконец-то узнают Мое имя. Но Господь говорит, что определяет тебя не размер твоего служения. Не то, сколько ты служишь определяет тебя. Потому что, когда мы смотрим на вдову и ее лепты, она дала настолько немножко. Но Господь сказал, из-за того, в какой позиции было ее сердце, ее маленькое было намного больше, чем великое. И очень часто Господь приводит нас в такие сезоны, когда Он влечет нас ближе к своему сердцу. И очень часто такие сезоны кажутся нам маленькими и незначительными. Вы когда-либо думали об этом? 90% жизни Иисуса Он провел полностью инкогнито. 90% своей жизни Иисус не делал ничего такого, на что бы мы взглянули и сказали, вау, вот это потрясающе. Не бойтесь маленького. В своем служении, в своей жизни, в своей семье будьте верны в маленьком. Имейте взаимоотношения с Иисусом в центре своей жизни. Потому что жизнь Иисуса — это наш самый большой пример. Но также большинство из того, что мы видели в жизни Иисуса, и на что мы обращали внимание, это четыре Евангелия. Это то, откуда мы можем смотреть. То есть, жизнь Иисуса с 30 до 33 лет. Но вас я хочу ободрить, чтобы вы немножечко остановились, поразмышляли и помолились. Какова была жизнь Иисуса от Его рождения до 30 лет? Если бы вы видели Иисуса, если бы вы увидели Иисуса как 23-летнего, назвали бы вы Его успешным? Сказали бы вы, я хочу, чтобы моя жизнь была похожа на жизнь этого человека? Скорее всего, нет. Потому что его Инстаграм и Снэпчат, наверное, не так сильно впечатлили бы вас. И я представляю такую историю, ее нет в Библии, поэтому не ищите ее там. Но я представляю такую историю вот этой женщины пожилой, которая бежит к Иисусу через всю дорогу, ему 14 лет, он там что-то работает, что-то строит. И эта женщина смотрит в окно, видит Его. Бежит через дорогу и говорит ему, это потрясающе, твоя работа потрясающая. Она настолько превосходит работу твоих братьев и сестер. И даже твоего папы. И я тебя заметила, я тебя увидела, ты будешь очень успешным. Очень успешным. И Иисус такой кивает. И вот еще 10 лет проходит. Или 8 лет, whatever. Допустим, ему 24 года. И та же женщина, которая живет через дорогу, она ему говорит, слушай, ты крутой. То, что ты делаешь, потрясающе. Почему бы тебе не стать более успешным в своей жизни, куда-то продвинуться? Потому что я не думаю, что кто-то тебя здесь вообще знает и замечает. И я представляю, как Иисус вот так кивает. Еще несколько лет проходит. Ему 28, 29 лет. И та же женщина, которая живет через дорогу, уже не может так хорошо ходить, потому что она уже старше стала. И она его зовет, говорит, Иисус, давай теперь ты через дорогу переходи. Что ты вообще делаешь со своей жизнью? Ты вообще думал о том, что тебе сжениться пора? Вообще-то в нашей еврейской культуре очень нормально молодым выходить, замуж и жениться. И переезжать в эту комнату дальнюю к своим родителям в дом. Потому что у тебя уже братья и сестры, они вообще-то уже женились, вышли замуж. Про политику ты не думал? Может быть, в религиозной сфере? Подумай, что ты делаешь со своей жизнью? И я представляю этот сердечный, смиренный ответ Иисуса. Возможно, Он смотрел этой женщине в глаза, когда думал. Он смотрел на нее и думал, знаешь, я помню тот день, когда я тебя спроектировал и создал. И ты так драгоценна для меня. Но ты смотришь только на внешние. Он говорит, ты даже не представляешь то, то, что я построил внутри своего сердца, твое определение успеха — это не мое определение. И то, как я определяю успех, может выглядеть очень глупо для тебя. Но у меня внутри огромное живое царство, и оно определяет успех. Оно считается царством для неуспешным. И потом, через год, когда Иисус наконец-то пришел к реке, чтобы быть крещеным, вы знаете эту историю. Что побудило Отца прогреметь Своим голосом с небес и сказать, вот мой возлюбленный Сын, в котором мое благоволение. Если бы вы были Отцом Иисуса, и ему 29, все еще живет дома, не женат, бы вы сказать, это мой любимый Сын, в котором я хорошо благодарен. Сказали ли бы вы Ему, что ты мой любимый Сын, и в тебя мое благоволение? Потому что Отец смотрел на взаимоотношения. И вот, что важно в нашей жизни. Отношения с нашим Отцом. Не деньги. Не размер твоего служения. Не инстаграмы, сколько у тебя фолловеров. Но царство взаимоотношений внутри тебя. И не бойся маленького. В твоем бизнесе. В твоей команде. В твоей семье. Потому что наши ценности должны быть библейскими. И миру это кажется очень глупым. Но это мудрость в глазах Бога. И ваша жизнь, она вся построена на отношениях. И на том, чтобы соединяться с небом. Поэтому первое, не бойтесь маленького. Второе. Обозревайте, наблюдайте, но не отвлекайтесь. Потому что зависть убивает. Зависть — это убийца. И нездоровое сравнение высасывает жизнь из вас. И если вы листаете ленту в Фейсбук, в Инстаграме, это может вызвать зависть в вас. Вы сравниваете себя с кем-то. Если у вас так, если у вас это вызывает зависть, то, пожалуйста, удалите это приложение с вашего телефона. Потому что Господь любит, когда я учусь от кого-то, когда я смотрю на другого служителя и говорю, это прекрасно. Я хочу так же делать в своей команде. Наблюдая. Но будьте осторожны, чтобы это не перевернулось на другую сторону. И чтобы враг не начал помещать мысли в ваш разум, то, что ты делаешь, это неважно. То, что ты делаешь, это неуспешно. Нам нужно быть осторожными с этой ложью врага. И нам нужно противостоять этому Святым Писаниям. В Евреям 12, в 1 и 2. В Евреям 12, 1 и 2. Итак, нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Ведь Он ради предстоящей радости претерпел крест. Наблюдайте, но не отвлекайтесь. Третий пункт. Вы очень много, очень часто будете чувствовать себя слабыми. Для меня, когда я рос в церкви, я всегда думал об этом человеке, который стоит на сцене, и я думал, что Он идеальный. Он всегда чувствует присутствие Бога. Он всегда чувствует себя вдохновленным. Но я вам должен сказать секрет. Абсолютно каждый человек, все 8 миллиардов людей чувствует слабость. Проповедник, которого вы видите по телеку, которого вы любите. Команда поклонения, которую вы любите, они все чувствуют слабость. И причем постоянно. То есть нет какого-то сверхчеловека. Апостол Павел, который написал половину Нового Завета, во 2 Коринфянам, 4 главе говорит, он говорит, что я притеснен. То есть он чувствует стеснение на своей жизни. давление. И не уверен насчет будущего. Он говорит, я чувствую себя очень часто, очень плохо. То есть слабость это часть нашего приключения. Я верю, что Библия говорит, что слабость это как бы и цель нашего приключения с Богом. Что нам не нужно убегать от слабости, которую мы ощущаем. И сейчас я вам объясню, что я имею в виду. Книга Матфея. Конец 4 главы. Иисус проходит по земле. Он исцеляет, он совершает чудеса и знамения. И там происходит пробуждение. И потом посреди этого всего тысячи людей. Вот посмотрите на меня сейчас, представьте эту сцену. Тысячи людей там. И Иисус возлагает свою руку на слепого человека, он начинает видеть. Иисус исцеляет человека на инвалидной коляске, и он мгновенно встает. То есть потрясающие вещи происходят. И потом Иисус говорит, сейчас, минуточку. Давайте сейчас затихнем на немножко. И тысячи человек начинают присаживаться, и он видит, что сзади такой небольшой пахорб, он на него заходит. И чтобы они его лучше видели на возвышенность. То есть, если бы я был кем-то из вас, кто сидит в этой толке людей, я бы подумал, так, сейчас нам Иисус даст пять шагов, как прийти к служению исцеления. Он сейчас нам скажет, как принести пробуждение. Все, я готов. Давай, Иисус. Моей церкви дома нужно пробуждение. Поэтому я эти пять пунктов с собой возьму, вернусь домой. Мы просто изменим весь мир. Мощное служение. Иисус там, и там такая наступила тишина. Каждое ухо слушает. И вот, что начинает говорить Иисус. Он им говорит, благословенные или блаженные или счастливы те, кто бедны в духе. Нищие духом. И все думают, что-то Иисус не туда куда-то пошел. Может быть, сейчас через минуточку он поговорит про это и будет про пять шагов к пробуждению говорить. Иисус продолжает. Он говорит, благословенные те, кто скорбят. Я думаю, Иисуса сегодня не его день просто. Мне не нравится, что он тут говорит сейчас. Я хочу мощное служение. Я хочу танцевать, прыгать, петь. Нет, не скорбить. Нет, я не фанат скорбения или скорбий. Иисус продолжает. Говорит, блаженные кроткие. Иисус в своей проповеди на горе. Это Матфея 4, 5, 6, 5, 6, 7, извините. Они лично мою жизнь изменили. И я обещаю, что вашу жизнь они тоже изменят. Это то, что мы называем Конституцией Царства Божьего там представлено. Конституция Божьего Царства. То есть, значит, что ты много раз часто будешь чувствовать себя слабым. Но что Иисус тебе будет говорить, ты блажен, ты благословен. Он говорит, блажен человек, который приходит к концу себя, то есть, он заканчивается. И он разворачивает свой взгляд на меня. В Матфея 5, 3, когда он говорит, благословенные нищие духом, он не говорит здесь про нищих, у которых нет денег. Но это также может быть составляющей этой мысли. Он говорит, блажен человек, который, у которого нет своих собственных сил уже. И вот обещание, которое он дает тебе сегодня. Он говорит, что тебе принадлежит Царство Божье. То есть, когда ты чувствуешь слабость, если ты подобен мне, то, скорее всего, ты будешь думать, так, что я такого сделал, как я согрешил, что я себя так чувствую сейчас плохо. Господь, прости, прости, я просто хочу чувствовать Твою присутствие. Но честно, я могу сказать вам, как лидер поклонения, некоторые наши драгоценные моменты с Господом, когда я веду поклонение, и там тысячи людей прыгают и танцуют. Но самые драгоценные моменты это, когда я там на сцене пою песню очень честно, очень искренне, но Его присутствие я не чувствую. Это жертва хвалы. Это жертва моей хвалы. И может быть, когда я уже закончил вести поклонение, я тогда чувствую это сладостное присутствие Бога. Я однажды говорил с человеком, он очень большой влиятельный лидер в теле Христа, и у него происходили служения пробуждения. И он просто лежал на полу. А все остальные танцевали. А он лежал вот так вот, руки сложив. И я к нему на этом служении подошел и говорю, что ты тут делаешь вообще? Все получают что-то от Бога, прыгают, радуются. Я говорю, я здесь лежу и нашептываю библейские стихи. И я в этом чувствую сладостное присутствие Бога в моей жизни. То есть это не должно как-то по-особенному выглядеть со стороны, чтобы это было страстным. Потому что посреди твоего самого ужасного дня ты вот только поссорился с женой или с мужем. И вы очень злые друг на друга. И вот вы едете в церковь. И тебе после этого всего еще нужно сейчас поклонение вести. Ты сейчас с женой не разговариваешь. Но ты с женой даже не разговариваешь, а тебе сейчас надо будет говорить с Богом и вести тысячи людей в поклонение. Ты чувствуешь себя невероятно слабым. И вот в такие моменты приходит Господь и встречает нас в нашей слабости. Пусть у тебя не будет ожидания, что ты всегда будешь на коне, всегда будешь сильный. Никто не может быть сильным все время. И если у тебя будет такое ожидание, ты не сможешь просто наслаждаться своей жизнью. Движемся дальше. Четвертый пункт. Как иметь успешную команду в поклонении? Как иметь успешную команду в поклонении? Work yourself out of a job. Disciple people. Basically. Train people. So every one of you should be mentoring someone else. То есть вы должны, сейчас как это вам записать проще, настолько учите других, чтобы вам уже не оставалось чего делать, чтобы люди сами начинали делать, делать. То есть наставляйте, занимайтесь ученичеством. Потому что иногда проще, когда у вас есть работа, и вы можете сказать, я не хочу, чтобы кто-либо превзошел меня в том, что я делаю. Или иначе меня просто уволят. И тогда у меня не будет работа. Но нам нужно тренировать и заниматься с теми людьми, которые вокруг нас. Потому что чем больше ты отдаешь себя другим, и чем больше ты их тренируешь, тем больше у тебя будет безопасности в работе, в твоем деле. Потому что Господь любит радостно дающего. Не просто вот тут вопрос в деньгах, но также время, твой талант, когда ты тренируешь другого человека. И ты можешь сказать, ну я не учился на то, чтобы тренировать, я не квалифицирован в этом. Если тебе 17 лет, найди 16-летнего и научи его, как играть на гитаре. Научи его, как любить Иисуса. Потому что каждый из нас должен быть тренирован, должен быть наставлен ученичеством. Когда Иисус сказал, идите во все народы и делайте там учеников, то очень просто подумать, так, мне надо идти в другой народ, мне нужно там другую сцену, и вот там я буду учить людей. Но очень часто твой ученик живет в твоем же доме. В соседнем подъезде. И может быть, это барабанчик в твоей команде, который во время игры, которого ты чувствуешь помазание очень сильно. А может быть, это певец в твоей команде, который не супер попадает в ноты. Но Господь говорит, не будь обескуражен и не молчи об этом, но наставляй. Чем больше ты будешь наставлять тренировать учеников в твоей команде, тем более успешной будет твоя команда. У вас будет просто сногсшибательная команда, потому что Господь это почитает. И об этом чуть больше через секунду поговорим. Пятый пункт. Изучай помазание в своей жизни. Несколько лет назад Майк Биккл, который является директором нашего дома молитвы, он сказал такую мысль, изучай помазание в своей жизни. И это была одна из лучших частичек мудрости, которую я получала. Это не было просто важно для меня, это вообще трансформировало мою жизнь. потому что все верующие помазаны, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, прикасаться к бедным, давать зрение слепым и свободу к пленным силой Духа Святого. И вот мой вопрос сегодня. Каждый к этому призван, приносить свободу, приносить зрение. Но как Господь сделает так, чтобы у тебя это получилось? Каковы детали этого всего? Помазал ли он тебя как евангелиста, чтобы ты ходил по улицам и говорил об Иисусе с человеком один на один? Может быть, он помазал тебя в бизнесе, чтобы приносить пожертвования? Может, он помазал тебя в поклонении? То есть, для нашего контекста вести прославление, поклонение, но более направленно. То есть, я спрашиваю себя как лидера поклонения, как Господь помазал меня? Я начинаю молиться и вести беседу с Господом. И я к тому же призываю и вас. Неважно, насколько вы молоды или немолоды. Но важно, насколько вы помазаны. Вы можете спросить, может быть, мне быть писателем? И вот, что я обнаружил из своего видения поклонения, как Господь помазал меня. Меня Господь помазал не в таком стиле быстрых танцевальных песен. потому, что мое личное сердце там не оживает настолько, насколько вот в этих песнях путешествия моего сердца. То есть, это было такое освобождение для меня. потому, что я себя чувствовал как неудачно. Потому, что мои друзья постоянно вели эти быстрые песни, все так вау, танцуют. И я, когда пробовал такие песни делать, я их делал, но мне нравилась вот эта песня того, что прошло твое сердце. И это одна из основных, одной из моих основных помазаний. А как Господь помазал тебя в твоей жизни? И я обещаю тебе, что Он помазал тебя. Как Библия говорит нам. Исцелять сокрушенных сердцем. Приносить свободу пленным. Это не значит, что ты себя как замыкаешь в чем-то одном. Но это значит, что по мере того, как ты становишься более зрелым, то ты выделяешь именно приоритетные пункты для себя. И это на протяжении лет будет меняться. Поэтому для себя самого в 2009 я был лидером поклонения, я был сыном пастора. И я просто вел поклонение. И я сидел, записывал свои заметки. И проповедник сказал, что он будет проповедовать послание о смирении. И где-то через 20 минут после этого послания он начал уклоняться от курса. И он начал говорить о Голливуде. И о Божьем желании видеть Голливуд преображенным, измененным, и о том, как сердца людей будут обращаться к нему. И мне очень это не понравилось, меня это раздражало. Потому что, когда я рос, вот эта вот вся идея Голливуд для Иисуса, это было очень странно. Я вообще не хотел, чтобы Голливуд спасся. я просто поклонялся. Я хотел петь песни любви Иисусу. Вообще ноль интереса в Голливуде. Сразу же после этого чувства в моё сердце пришло другое чувство. Как такая текущая река. И я мгновенно получил желание писать мюзиклы и фильмы и всё подобное. И я такой говорю, Господь, нет, ты не тому сейчас даёшь желание. Вот тому дай. Нет, не мне. Но это желание продолжало расти. И я думал, что вообще происходит? Я сказал об этом моей жене и ещё другим близким друзьям. Я говорю, ребят, помолитесь за меня, пожалуйста. Я вообще не понимаю, что происходит. Полгода спустя у нас было в дальней комнате в Доме молитвы встреча лидеров. И у нас там была белая доска. И мы говорили о поклонении. И мы у нас такая отличная была беседа. И в конце того, как один человек писал на доске, он не закончил, посреди предложения он не закончил его писать, повернулся ко мне. И начал пророчествовать. Он говорит, всё, что я чувствовал полгода раньше, он говорит, я вижу подтверждения и списания. Я вижу, как библейские строки в Библии раздвигаются и между ними ноты написаны. И внутри я говорю, нет, тихо, замолчи, никто об этом не знает. Пожалуйста, не выдавай меня. Я не хочу быть человеком, который говорит, как я буду для Иисуса. Ну, конечно, после этой встречи мне пришлось сказать ему, да, это был Господь. И, коротко говоря, я с тех пор уже написал несколько мюзиклов, и Господь ворвался в мою жизнь. То есть вы можете думать, что вы помазаны, и у вас призвание в ту сторону. Но, пожалуйста, держите уши открытыми и сердце открытыми, потому что Господь может вас повести в другое направление. Поэтому изучайте помазание в своей жизни. Шестой пункт. Будьте лидером не только на сцене. Будьте лидером не только на сцене. Потому что ваше лидерство не на сцене настолько же важно, если не больше важно, чем ваше лидерство на сцене. Важно лидерство вне сцены. Знаете Билли Грэма, да? Очень много жизни Билли Грэма прошло на сцене. Но если вы соберете вместе все крусейды и все встречи, на которых был Билли Грэм, и сравните со всей его жизнью, то на сцене он провел всего лишь вот столько времени. Большинство его жизни было вне сцены. Со своей семьей, с теми, кого он любил, со своими друзьями, и со своей командой. Мы должны быть лидерами так же вне платформы. Потому что нам нужны мужи Божьи, которые мы знаем, что мы можем положиться на них. Мы должны инвестировать в людей и наставлять их как лидеры поклонения. Понимание того, что твое лидерство выходит намного больше за пределы того, как ты видишь себя, изменит твое отношение намного дальше, чем сцена. Потому что твоя единственная цель должна быть не только выглядеть круто и классно звучать. Потому что это вы тоже хотите, конечно. Если вы не будете хорошо звучать, то это будет отвлекать людей. Поэтому, пожалуйста, стремитесь к превосходству. Я не говорю вам, что вам не надо развиваться. Но нам нужно тренировать и наставлять свои команды. Седьмое. И вот это будет в тесте. Седьмое. Это достигайтесь, стремитесь к смирению. Стремитесь к жизни смирения, которой жил Иисус. Замечательное определение смирения вот так вот говорится, что это сила под контролем. Иногда самое смиренное, что вы можете сделать, это с кем-то вступить в конфронтацию, но в любви. Смирение это не значит, что вы хрупкие, и вы такие без своего собственного мнения. О, лидер, все, что ты говоришь, я говорю, да, у меня нет своего мнения. Не вот это называется смирение. Смирение это сила, взятая под контроль. У Иисуса была наибольшая сила, чем у любого другого человека, который когда-либо ходил по земле. Но Он избрал путь смирения и кротости. Он избрал путь кротости. И вот в этом пункте того, чтобы жить жизнью смирения, я хочу прояснить кое-что. И надеюсь, что вам немножечко сохранить время, что вас много раз будут обижать и делать вам больно в вашей команде прославления. Ваш лидер поклонения. потому, что ни один человек не совершен. Иногда у нас есть такие ожидания, но это же церковь, мы все любим Иисуса. Как этот человек мог меня так обидеть? А потом снова, а потом еще снова. Нам нужно, чтобы у нас была правильная перспектива в смиренном, божественном пути идти на разговор и беседовать с человеком. Потому, что боль, она будет происходить, мы будем ее переживать в церкви, в команде. Боль присутствует, но нам нужно смирение. Перейдем скоро к тесту, но последний восьмой пункт. Как вам стать успешным служением поклонения или командой поклонения? И это самый практичный такой шаг. Если вы хотите начать делать эти восемь пунктов, то, пожалуйста, начните с последнего, с восьмого. И запишите у себя это. Продумай и запиши свое собственное определение успеха. для моей команды. Что делает меня, мою команду поклонения успешной? Если ты не определишь это сам для себя и не запишешь, то за тебя это определяют другие. И это может быть пугающей вещью. Один из самых громких голосов, который просто кричит к тебе. Это внутренняя критика. Внутренний критицизм. И который еще и сотрудничает с врагом, который все время тебя осуждает. И обвиняет. Враг хочет, чтобы ты постоянно чувствовал себя неудачным. Захария, 4 глава, 3 стих. дает нам картину сатаны, который обвиняет. Он приносит обвинения. И, друзья, в небесной области происходит война против лжи на команды поклонения и на лидеров поклонения. Поэтому вот посмотрите сюда. Немножечко вам практично. Есть три неба. Семнадцатый Псалом говорит про первое небо, которое провозглашает славу Господа. И если вы посмотрите, вы увидите, что это первые небеса. Господь обитает на третьих. на самых высших. И также есть война на втором небе между ангелами и демонами, которые воюют против твоей жизни. И книга Даниила проясняет это для нас. Потому что Господь ответил Даниилу. Он говорит, с первого дня, Даниил, с самого первого дня, когда ты начал молиться. Там внизу на земле был дан ответ с небес и был послан ангел. И говорится, что ему нужно было провести время, потратить время на втором небе, воюя с демоном, перед тем, как он смог добраться к тебе. И твои молитвы на земле, Даниил, сделали так, что он одержал победу, и он прорвался. И он смог прийти. Против твоей жизни ведется война в Поднебесье. Поэтому, пожалуйста, подумай и определи для себя, что такое успех. Когда я только начинал вести поклонение в своей жизни, я первые годы просто поднимался на сцену и чувствовал себя полным неудачником. И, если честно, я вам могу сказать, что размер аудитории, которая была в зале, только увеличивал осуждение, которое я чувствовал. Иногда мы думали, если бы там только 10 человек было, было бы круто. Но я promets you, the more the people are, the more people are there, тем больше усиливается враг. И он тебе начинает говорить, ты плохо справился. Вот эту ноту вообще ужасно спел. Сегодня в обед опять согрешил, опять все напортачил. Вообще, что ты делаешь тут на сцене сейчас? Какое ваше определение успешного поклонения для вас лидер поклонения? Помолитесь, пожалуйста, запишите это. Если вы ведете в церкви поклонения по воскресным утренним собраниям, поговорите со своим лидером и пастором и спросите, можем ли мы сделать это вместе? потому что я хочу, чтобы наше время поклонения становилось лучше и лучше. Что делает нас успешными? Есть очень явные внешние практичные вещи, которые мы можем измерить. но я хочу вам сказать, что величайшее определение успеха вообще ничего общего не имеет с тем, что я могу увидеть своими глазами. Если я вот сейчас бы сел и провел поклонение, а вы бы просто сидели на меня, пялились, как и сейчас, смотрели, то внешне я бы сказал, что я плохой человек поклонения. Я не сделал свою работу, потому что вы все на меня просто смотрели. Но если бы вы встали и подняли свои руки, я бы почувствовал, я успешный. Это неправильная система измерений, которой мы пользуемся. Мы поклоняемся небесам. Мы поклоняемся представляя Иисуса. Человек, который играет на концерте прекрасную симфонию. И он стоит на краю сцены и все аплодируют ему. Но этот пианист смотрит на самый верх аудитории. И там его учитель Иисус. И он смотрит на него, понравилось ли ему. Если ему понравилось, не важно, сидите вы, танцуете, смеетесь, в уме на меня, прыгаете. Может быть, вы на меня бросаетесь чем-то. Мне будет не важно, потому что я приношу удовольствие Иисусу. Я не для вас тут сейчас выступаю. обдумайте и запишите свое определение успеха как команда поклонения. Итак, ребят, готовы к тесту? Восемь этих мы закончили пунктов. И сейчас будет тест. И называется он тест на «Кротость». Тест на смирение. Хорошо? Запишите, пожалуйста. Кротость подобна магниту, которая привлекает присутствие Бога. Кротость подобна магниту, которая привлекает Божье присутствие. Самый важный урок, которому мы можем научиться как люди, как лидеры поклонения, научиться кротости у Иисуса. И кротость это единственное качество Иисуса, который Он о себе говорил. Сейчас откроем. Матфея 11, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». И вот 29 стих. «Возьмите на себя мое бремя и научитесь от меня, потому что я нежный и смиренный сердцем. Кротость как магнит, который привлекает Божьего присутствие. Итак, 7 вопросов в тесте. Сейчас быстренько пройдемся про ним. Можете их записать. Я вас, лидеры поклонения, также вдохновляю, чтобы вы с командой своей прошли этот тест. У меня есть блог для команд поклонения, который я веду. и у меня есть этот тест, для того, чтобы вы могли его скачать и изучать. Я сейчас задам вам эти вопросы, вы потом можете спросить свою команду. Первое. Есть ли у тебя учительский дух? легок ли ты на исправление, на то, чтобы учиться от других? Скоро ли ты на слышание и медленен ли ты на то, чтобы говорить? Потому что гордость говорит быстро. Есть ли у тебя учительский дух? учительский ссорь? Номер два. Видишь ли ты свои личные неудачи? Умилитие быстрее принимать ответственность для личных неудач. Потому что смирение может быстро взять на себя ответственность за кого-то, за то, что у кого-то не получилось. А гордость она не видит своих собственных неудач. и своей вины. Я сейчас вам несколько библейских стихов дам. Первый пункт Якова 1.19 Также 1 Коринфянам 3.18 Для второго пункта 1 Тимофея 3.6 И третий пункт в тесте крутости Благодарное ли у вас сердце? Потому что так просто жаловаться в команде поклонения. Вот со звуком было не то, пастор не то сказал, лидер не то сделал. А смирение говорит, что у нас намного лучше дела, чем мы заслуживаем. Четвертый вопрос Видите ли вы ценность в других людях? Потому что смирение очень заботится о других. Пятый вопрос Действуете ли вы в благости с правой нам и других людей? И лидеры поклонения для нас это очень важно. Потому что вы ведете свою команду, у вас там 5-10 человек. Вы видите подходитесь к ошибкам других людей с благостью? 6-10 Делаете ли вы благое втайне, когда никто не наблюдает? Как я уже упомянул, что смирение делает добрые дела втайне. Потому что сперва оно ищет одобрение не у людей, а у Бога. И последнее, седьмое. Ищите ли вы выгоды другим? смирение использует это как позицию влияния для того, чтобы вместо того, чтобы с людьми обращаться грубо, жестко, смирение обращается с ними по-доброму. Притча 2-я глава 3-5 стих. И, конечно же, филиппийцам 2-я глава 3-5 стих. Это тест на кротость. Это то, что я очень рекомендовал лидерам поклонения, чтобы вы прошли с вашими людьми этот тест. Вот я уже очень долго говорил. Поэтому до того, как мы закончим, давайте сейчас быстро сделаем вопросы. Какие у вас есть? Поднимите, пожалуйста, руки. Если у вас есть вопросы, то можете поднимать руки. добры ли вы с другими людьми? Можно так перефразировать. Как вы практически являетесь пастором для своей команды, особенно, если эта команда большая? Мы вместе собираемся шесть раз в неделю, по два часа в день, и у нас есть такая штука, которая называется брифинг, и дебрифинг, как вы уже знаете. Поэтому мы за полчаса до каждого сета собираемся, и полчаса после сета тоже остаемся. Итого это три часа, шесть раз в неделю. Потом еще у нас есть репетиция с командой, репетиция для певцов, для музыкантов, изучение Библии, и также время общения. То есть все это вместе, общение и причастие, это то, как мы относимся друг к другу, как в семье, и я пастор команды. То есть перед сетом у меня Чейс играет на электрогитаре в команде, и мы просто друг у друга спрашиваем, как твой день прошел? То есть мы можем не говорить о Библии все время, но если Чейс или кто бы то ни было делится своим сердцем, мы все слушаем, и мы и мы одно друг с другом. Мое мнение, как лучше всего практически быть пастором своей команды, вам нужно создавать такие места и способы, чтобы люди чувствовали себя услышанными. Когда люди услышаны, они понимают, что о них заботятся. Очень часто где-то 100 часов в неделю я провожу с командой. Иногда по 6, по 8 часов разговариваем просто с человеком лицом к лицу. Если ваша команда будет чувствовать каждый человек, что у него есть голос, тогда произойдет такая ротация. Если есть какие-то проблемы покрупнее, может быть проблемы с грехом, хроническая болезнь, хроническая болезнь, перпетюл лейтенес, лейтенес без завершения. А, если они все время опаздывают. То есть вам нужно будет вот такие беседы проводить с человеком один на один. и на моей репетиции, например, у меня бывало такое, что вот у меня четыре человека в команде и один говорит все время. А остальные трое, они более пассивные. Но они просто не говорят. Поэтому для меня практически это проблема. Я не хочу, чтобы вот этот один парень все время говорил, говорил. А трое просто такие роботы. Не значит, что они плохие. Я хочу узнать их мнение, тоже мне оно важно. но особенно я буду спрашивать этих трех людей, что они думают. А они вот так вот будут плечами пожимать. И я не хочу, чтобы они это делали. Мне нужно, чтобы они говорили словами, что они думают. Поэтому мы вот так вот выдергиваем людей. еще у меня был сезон, когда каждый человек имел много мнений насчет каждого вопроса постоянно. И мне приходилось с ними по-пастерски разговаривать и просто говорить, слушайте, давайте немножечко отодвинем наше мнение сейчас. У вас у всех есть голос у каждого. мы в этом вместе. Но мы просто сейчас тратим время на то, чтобы выслушать миллион мнений. Поэтому ваша команда должна чувствовать себя услышанной. Если она будет чувствовать себя услышанной, она будет чувствовать заботу. Это такой очень простой путь пастерства, чтобы люди были услышаны. И очень практично являетесь ли вы духовным лидером своей команды. То есть вот одна сторона — это вы хотите любить людей и чувствовать, чтобы они были любимы, чтобы они чувствовали, что они любимы, и быть духовными лидерами команды. когда эти две составляющие приходят в единство, то может поддерживаться что-то. И что еще делает лидерство? То, что да, подотчетность. То есть вы же не можете притвориться, что вы знаете Библию. вы не можете долгое время делать вид, что у вас хорошее отношение с Иисусом. До того, как ваша команда начнет осознавать «хммм». Я не думаю, что Джастин живет с Богом по-настоящему, потому что он уже год нам проповедует из одного и того же стиха в Библии. То есть вот эти вот две составляющие. Еще два вопроса Как вы оцениваете, было ли сегодня у вас поклонение успешным и понравилось, ну, как вы оцениваете, чем вы понравились Иисусу, связано ли это с тем, что вы искали и нашли Божье водительство и двинулись Как вы вымешиваете, был ваш притворитель сегодня perfect и вы как вы найдете притворитель сегодня или нет? Да, это хороший вопрос. Хороший вопрос. И Фейди об этом чуть больше расскажет. Но я не измеряю успешность сета, тем, почувствовал ли я Божье присутствие. Я измеряю тем, стал ли я голоден по его присутствию. голоден? Да, вот так бы я ответил. То есть, дело не в том, что я почувствовал, но стал ли я голоден. еще последний вопрос. Ответили на ваш вопрос? Он просто спросил, как ты измеряешь, понравилось ли Иисусу поклонение? Я об этом, наверное, никогда не думал. Я думаю, я предполагаю, что Ему нравится. Господь. Уже 22 года, а я ни разу не спрашивала этот вопрос. Я думаю, что Он находит нас удовольствие и что Ему нравится. Это. Если мама дома сидит с шестью детьми или если вы занимаетесь крупным бизнесом или если вы ведете поклонение. Я думаю, Он любит то, что мы делаем. Я думаю, что у меня вот стольчика только понимания того, как Ему это нравится. Песня Песней 4, 2, 14 говорит, что голос твой приятен. Поэтому я думаю, что Ему нравится.